МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чаще применяют вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Не прекращают обстреливать и жилые кварталы. Самая сложная ситуация на Луганском направлении. Там били из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 122 и 152 в районе Крымского и Новотошковского. Около Чермалыка стреляли из минометов и реактивных систем с залпового огня. По укреплениям вблизи Водянова, Широкина, Гнутова, Трамчука, Павла, Полянова, Троицкого и Марьинки террористы вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов на некоторых участках, из минометов и вооружения БМП. На Донецком направлении боевики обстреливали наши подразделения в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцева, Новолуганского и Троицкого. Окупанты применяли стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82 мм, реже калибра 120 мм. Вечером российско-террористические войска накрыли огнем позиции вблизи Троицкого и ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов, танковых орудий и средств поражения меньшей мощности. МИД Украины выразил протест из-за незаконной поездки российской делегации в аннексированный Крым. 5 июня группам высокопоставленных должностных лиц страны-оккупанта во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко посетили Крым, суверенную территорию Украины. Тем самым грубо нарушили украинское законодательство и международное право, считают в украинском ведомстве. Подчеркивают это демонстративное пренебрежение Кремлем, государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, Бакинской Декларации и Резолюцией Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по двусторонним договорам и другим нормам международного права. Министерству иностранных дел РФ передали ноту протеста. Освободить Романа Сущенко и Николая Семену требовали студенты и преподаватели одного из киевских университетов. Около 40 человек сложили слово «фри». Подобные мероприятия очень важны в условиях современной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Говорят организаторы. Подробнее далее в материале. Так студенты и преподаватели Киевского университета имени Бориса Гринченко выступают за прекращение преследования российской властью украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены. В свободном демократическом государстве нужно отстаивать права своих граждан и журналисты имеют право на свою профессиональную деятельность. В руках участников акции портреты Сущенко и Семены. Для них, как и для всей Украины, эти люди стали примером независимой и объективной журналистики. Я очень надеюсь на то, что эта акция им поможет. Мы все надеемся, что, увидев нашу поддержку, им будет легче пройти этот сложный и трудный период. И Семена и Сущенко, как украинские журналисты, это символы нашей борьбы. Свободной, отдаленной от советского прошлого, от российского, настоящего Украины. И поэтому мне кажется, что поддержать этих людей – это долг каждого украинца. Цель мероприятия – поддержать украинских журналистов, преследуемых в России и в Крыму. И они обязательно узнают об этой акции, говорят в Министерстве информационной политики. Николай Семена иногда даже имеет доступ к соцсетям. У Романа Сущенко ситуация сложнее, но ему могут передать видео с нашей акции родственники или адвокат. Участники акции уверены на стороне украинских журналистов – правда. Надеется, уже в скором времени Роман Сущенко и Николай Семена наконец обретут долгожданную свободу. Владимир Гросл, Игорь Каркадым, UATV. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал закон о 75-процентных квотах украиноязычного контента на телеканалах. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем микроблоге. В Твиттере 23 мая Верховная Рада проголосовала за эту норму. Согласно документу, 75% эфира национальных и центральных телеканалов с 7 утра до 10 часов вечера должны быть на государственном языке. На региональных телеканалах предусмотрена половина эфирного времени для украиноязычных программ. Языкам нацменьшинств, в том числе русскому, составлено 25% в прайм-тайме, а также с 22 до 7 утра без учеток. Очень важно, чтобы украинский язык, не притесняя других языков, стал более защищенным в Украине. Тяжелая работа, долгий путь. Никто не против, чтобы на телеэкранах звучали другие языки. Но неприпустимо, чтобы доля украинского языка на каком-либо украинском канале составляла 15-25%. Слава Богу, нам удалось его защитить. Постоянные представители Евросоюза согласовали дополнительные торговые преференции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Там отметили, это позволит улучшить доступ на европейский рынок украинских экспортеров в условиях сложной экономической ситуации и начатых реформ. Предложенные меры рассчитаны на три года. Они предусматривают дополнительные квоты на импорт при нулевом тарифе для сельхозпродуктов и снятие импортных пушин ряда промышленных товаров. В преференции дополняют торговые предложения, введенные в соответствии с соглашением об ассоциации. В Совете ЕС также сообщили, что на 12 июня запланирован саммит Украина-ЕС. Дело по иску нафтогаза в части поставок топлива завершится в течение трех месяцев. Также в этом году ожидают окончания транзитного дела. Об этом заявил председатель правления нафтогаза Андрей Коболев. На встрече с президентом Украины Петр Порошенко отметил, решение стокгольмского арбитража по иску нафтогаза против российского монополиста является убедительной победой. Украина сумела доказать, что принцип «бери или плати» противоречит рыночным отношениям. И, наконец, газ перестанет быть инструментом политического давления на Украину. Наконец, у нас газ должен перестать быть инструментом политического давления на Украину и источником коррупционных сделок для представителей прежней украинской власти. И, наконец, цена на газ формируется по рыночному принципу. Первый день безвизового режима между Украиной и ЕС «Укрзалезните» отметят открытием двух новых международных маршрутов. Скоростные интерсети отправятся из Ковеля в Хелм и из Львова в Краков. В Министерстве инфраструктуры подсчитали с отменной виз только на железной дороге количество пассажиров увеличится до 100 тысяч в месяц. Рост пассажиропотока также требует развития авиаиноземного сообщения. Кроме двух новых рейсов, которые начнут работать с 11 июня, в Украинской залезнице разрабатывают еще пять направлений. Мукачево-Будапешт, Киев-Вильнюс, Минск-Варна, Одесса-Кишинев. Также ведутся переговоры о новом маршруте под названием «Пять столиц». Объединить железнодорожным сообщением «Пять столиц» – Киев, Минск, Вильнюс, Ригу и Таллин. Видим перспективу продолжения маршрута к Одессе. Это будет сообщение между Балтийским и Черным морями. Соединить Балтийское и Черное море планируют и автомагистралью Гданск-Одесса. Переговоры о ее строительстве уже ведутся с польскими партнерами. Создание еще одной международной трассы обсуждают с Румынией и Болгарией. Проект может быть реализован на протяжении ближайших пяти лет. Мы уже провели ряд межгосударственных встреч. И следующая встреча пройдет в Греции в июле этого года, где главы автодоров всех государств смогут обсудить технические стороны этого проекта. Активно развиваются и авиасообщения. В этом году в Украине уже начали работу несколько европейских лоукостеров. Сейчас они летают из Киева и Львова. В ближайших планах Министерство инфраструктуры обеспечить бюджетными воздушными сообщениями другие областные центры. Глава ведомства Владимир Амелян анонсировал их появление уже в следующем году. Алена Клеско, Игорь Крикадым, ЮАИ-ТВ. В Британии по делу о терактах на Лондонском мосту в ночь на 4 июня задержали 27-летнего жителя столицы. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде. Полиция назвала также именно трех злоумышленников. Это 22-летний Йосеф Загби, гражданин Италии, марокканского происхождения. 27-летний Херамбат, который родился в Пакистане и вырос в Великобритании. И 30-летний Рашид Редуэн, марокканско-ливийского происхождения. Ранее полиция отпустила 12 человек, задержанных в течение первых двух суток после теракта, без предъявления обвинений. В результате трагедии на Лондонском мосту погибли 7 человек, 48 были ранены. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». На этом пока все. Будьте вместе с нами, следите за новостями с ЮАИ-ТВ. Удачного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин